Добрый день! Программа «Будьте здоровы», которая поднимает важные проблемные вопросы регионального здравоохранения, сегодня принимает очередного гостя. Главный врач Кировской городской больницы номер 2, депутат Законодательного собрания Кировской области Ирина Геннадьевна Морозова. Наш давний эксперт, наш давний друг, я бы так сказала, программа. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Рады видеть. Вы знаете, вот уже действительно не первый раз встречаемся, и я заметила, что больше всего, потом, пожалуй, такая реакция, что ли, наших слушателей, это на те вопросы, которые они задают, вы отвечаете, что называется, вопросы с поля, когда человек приходит к доктору, остаются один на один, остаются какие-то недосказанности, повороты. Может быть, мы не с высоких проблем здравоохранения, проблемных точек, а с самых простых человеческих вопросов начнем сегодня встреча. Да, наверное, это будет правильно, и приятно всегда слышать отзывы людей, что мы услышали ваш ответ в эфире, и нам это в практике помогло. Поэтому, я надеюсь, и сегодня прозвучат такие практические цели. Ну, они, условно, были против, да? Очень такой приятный вопрос, милый, мне даже показалось, девичий совсем такой голос, видимо, молодая женщина, она говорит, я будущая мама Аня, вот слышала вашу встречу с Морозовой, а правда, что родильное отделение в Нововятске одно из лучших, ну, в общем, собирается девушка рожать, да, решает, куда же все-таки пойти. Ну, не обижая коллег, что называется, вот такой вопрос, я говорю, ну, что я могу сказать, давайте адресую, вот Морозовой адресую. Не обижая коллег, правда, наше отделение лучшее отделение. Нет, тогда нужны козыри уж, давайте так. Один из основных козырей, на мой взгляд, отделение семейного типа, то есть в отличие от крупного центра, оно такое камерное, оно уютное, с небольшим, сплоченным, очень квалифицированным коллективом, которые стараются создать женщине не только качественную помощь на достойном уровне, но организовать досуг женщин, чтобы ни в коей мере никаких эмоций у женщины от родильного отделения не осталось. То есть это всегда ведь и боль, и страх, если это молодая женщина. Поэтому бывают случаи послеродовых депрессий, и работа коллектива направлена в том числе и на послеродовый период. Нам это удается, судя по отзывам, по этому же вопросу Ани. Поэтому я думаю, что я здесь никого не обижу, но в том числе в то же время буду права, правда, наше отделение надо выбрать. У вас такой стиль, да, у вас такой стиль работы, действительно, даже не знаю, как это, вы сказали, камерность, да? Да. Ближе к домашней такой обстановке, присутствие супруга, возможно, при родах? Присутствие супруга, вопрос немножко неоднозначный, поскольку законом сказано, если это не нарушает права других рожениц, если рожает несколько женщин и нет больше свободных родовых залов, то, к сожалению, мы супруга не допустим. Если женщина рожает одна, родильный зал, получается, предоставлен ей, то вполне супруг может присутствовать. Как со статистикой в этом году? Может что-то ответить? По статистике количество родов, к сожалению, чуть-чуть снижается. Это запланированная цифра, это ожидаемая цифра, поскольку уже несколько последних лет рождаемость обеспечивалась вторыми, третьими, четвертыми детьми, к сожалению, первых ребятишек снижение шло. Ну, если мы вспомним, что в фертильный возраст вступили девочки 90-х лет рождения, когда был провал ожидаемости, соответственно, небольшое снижение начинает ощущаться уже сейчас, но пока не критическое. Это был вопрос радиослушателя, а сейчас вопрос от моих коллег. Мы заглянули на ваш сайт, и многих заинтриговало. Ну, значит, журналисты народ курящий, да? Есть такое дело. Ну, не только журналисты этим грешат, скажем. И у вас на сайте есть, что работает кабинет отказа от курения. А в чем принцип там работы? Какие-то магические таблетки, уколы, то что? Или профилактика? Беседы я там что-то не очень в это верю. Кабинет отказа от курения мы создали одними из первых. В свое время ажиотаж такой вызвало наше объявление. Даже ваши коллеги с канала ОРТ к нам пожаловали, чтобы снять наш кабинет. Мы, наверное, не открыли там ничего нового, кроме того, что он, в принципе, является новым структурным подразделением. В первую очередь выясняется процесс мотивации. То есть любой, кто впервые обратился в этот кабинет, врач, сотрудник кабинета, выясняет его мотивацию. Причем специальных тестов, профессиональных тестов, насколько человек настроен. И если по результатам теста сильной мотивации нет, то говорить о каких-то чудодейственных пилюлях, пластырях бесполезно. Надо сначала выстраивать работу на повышение мотивации человека. Главное, мотивация обычно бывает, проблемы со здоровьем. Вот тогда уже важнейшая мотивация. А, это уже поздно, да? Когда уже проблемы, конечно. Ну и как результат работы все-таки отказа от курения? Примерно процент, 12% достоверно известных, что люди бросили курить. Возможно, кто-то, бросив, не доходит, и мы просто не отследили их путь. Казалось бы, цифра не очень велика, но по статистике подобных кабинетов эта цифра вполне приличная. То есть человек прошел тест, мотивация сильная, и дальше как строится работа? Дальше строится работа. Его, во-первых, обследуют обязательно у пульмонологов и терапевтов раннее начало заболеваний, для того, чтобы их еще и пролечить. Подбирается медикаментозная терапия, если она нужна. Это вот пластыри, которых уже коснулись в теме, возможно, таблетки, но не всем подряд. Кому-то достаточно назначить что-то успокаивающее, отвлекающее, кому-то достаточно просто психопрофилактических бесед, кому-то это просто изменить режим дня, режим питания, режим движения, этого бывает достаточно. То есть не редко ведь курение – это замена чего-то недостающего. Если доктор вместе с пациентом найдут вот этот недостающий фактор, то проблема курения будет решена. Тут даже психологическая такая, да, вот эта вот работа. Да, работа психологическая. В этом плане, конечно, важен настрой. Хорошо, идем дальше. Ну, хотя тоже важно, да, борьба с курением. Не теряйте своей актуальности. Вы сказали, что вы первопроходцы во многих моментах, и мне помнится наша тоже предыдущая встреча, что вы первыми пошли на создание специальных медико-социальных групп. То есть речь идет о том, что на дому посещались граждане или одинокие, которым нужна была помощь, или такие социально неблагонадежные граждане, ну, я не знаю, кто-то алкоголики, там, не знаю, наркоманы, которые действительно нужно было держать на контроле, и кого не заманишь в поликлинику. Результат работает? Вот оправдали себя такие группы, они работают? Они продолжают работать. Число 3 у нас было связано с числом трех наших поликлиник. Выезжают в составе группы, напомню, медики и полицейские, при необходимости социальные работники из комплексного центра соцобслуживания. Результаты работы, они небольшие, но они вполне уверенные. По результатам выезда этих групп были выявлены граждане трудоспособного возраста, но ведущие социальный образ жизни, которые по разным причинам не могли получить медицинскую помощь, и сами не обращались, и физическая анимость, чтобы дойти. Двум из этих граждан была определена группа инвалидности, то есть был завершен полный комплекс медицинского обследования, лечения, который позволил потом оформить направление на медико-социальную спортизу и определить группу. То есть эти люди точно не умрут от голода, у них сейчас есть хоть какая-то социальная гарантия, плюс они теперь в поле зрения медиков по хроническим заболеваниям. Во всяком случае, это уже галочка в строку профилактики смерти человека в трудоспособном возрасте. Пусть цифра 2 небольшая, но это реально, да? Это люди, конкретные люди, да. Значит, все не зря. Все не зря. Было задумано. Вопрос, который, в общем-то, наверное, зададут любому главному врачу в школе. Вы попали сегодня к нам в эфир. Адресую вам. Люди волнуются, платные услуги, все-таки с бюджетами сейчас непросто, да? И вот они, будут увеличено количество платных услуг или нет? Кстати, речь идет о направлениях на такую точную диагностику, например, МРТ, ну что-то в этом плане. Все-таки платное это или бесплатное? Я, честно говоря, как-то затруднилась ответить, поэтому адресую профессионалам. Это действительно один из самых часто задаваемых вопросов и на сайте министерства, и как главному врачу, и как депутату. Здесь человек, пациент должен четко понимать, что всеми нормативными документами, начиная с федерального закона и заканчивая локальными актами на уровне области, региональными актами, все, что назначил врач, то есть есть медицинские показания, врач принял решение о необходимости, выдал направление, должно быть бесплатно. Есть больницы на своем оборудовании, нет, заключается договор, в другую больницу оплачивается между двумя больницами для пациента бесплатно. Если врач не видит необходимости в назначении того или иного обследования, то ни о каком бесплатном обследовании, выдаче направления на бесплатное обследование по желанию пациента речи быть не может. Так, Елена, давайте конкретно, а есть у меня не сошелся взгляд, вот доктор считает, что это не надо, а я считаю, что у меня там что-то вот такое вот, ну вот все-таки, ну, не договорились, нет, слово не договорились, тут неподходящее, конечно, но я считаю, что может быть, вот у меня другой бы доктор, что другой, может быть, посоветовал. Получается неудовлетворенность. Да, наверное, да, неудовлетворенность. Да, это вполне возможно, поскольку пациент, он ведь потребитель медицинской услуги, он имеет свою точку зрения, пусть она не компетентна, но она есть. Ну, речь идет о жизни моей идет, правильно? Да, речь идет о вашей жизни и о здоровье, вы имеете право, как бы, сомнения свои иметь, здесь также есть путь вполне официальный, либо вы идете к другому врачу той же специальности и выслушиваете еще одну точку зрения, либо вы идете на врачебную комиссию. Либо добиваете главного врача и пишете жалобу. Наверное, такое тоже случается. Вот это как раз и случается, но не хотелось бы, чтобы так, потому что главный врач в любом случае, он будет тот же порядок разъяснять, о котором мы сейчас говорим. Если вы не согласны с точкой зрения своего врача, идете к другому специалисту того же профиля, либо вы идете на врачебную комиссию. Она создана и работает в каждой поликлинике в определенные часы работы. Комиссия, это не менее трех специалистов во главе комиссии, как правило, сам главный врач, либо его заместитель, который имеет право на проведение экспертизы различного вида. И уже комиссия принимает решение. Оно может совпасть с лечащим врачом, то есть, что вам не надо обследование. Также мнение комиссии может не совпасть. И тогда вам выдадут направление и обеспечат бесплатное обследование. То есть мы рассказали грамотный путь, как нужно действовать, если вы чем-то не удовлетворены. Он, во-первых, грамотный с точки зрения закона, во-вторых, он наиболее быстрый, потому что если писать жалобы главному врачу, а тем более министерству или еще куда-то, мы должны все понимать, что все это по ступенькам будет рассматриваться, рассматриваться, рассматриваться. И неизвестно, когда все-таки вам это обследование, если оно нужно, то сделают. А помните, как вы рассказывали, я-то это прекрасно запомнила, что вас порой просто заваливают жалобами. Если где-то, например, статистика идет на минус, то вы еще как депутат, на вас, наверное, весь этот шквал, да еще, в общем-то, ваша больница, это же целый такой, как мы говорим, мини-городок, да, Новоавиатский район обслуживает. Вот в плане жалоб число обоснованных, на ваш взгляд, необоснованных, какое процентное соотношение? Общее количество жалоб немножко возросло, причину вы уже озвучили, что это не только уровень сосредоточенных в одних руках, а по числу обоснованности были кварталы, по квартальному итогу подводим, когда процент обоснованных был 7-5, потом 3%, ну, то есть мы все-таки работаем. Последний квартал. Все-таки работаем, хорошая фраза. Впервые, впервые по итогам рассмотрения не было ни одной обоснованной жалобы, ни одной. Это показатель работы в целом юридического лица. То есть просто зашкаливали эмоции какие-то, да, вот момента, а все было сделано, в принципе, логично. Чаще всего это правовая неграмотность людей, например, тот же вопрос, о котором мы сегодня проговорили. Хочу бесплатно, а когда выясняешь, там нет показаний, либо не тот порядок действий, конечно, такая жалоба будет необоснованной. Ну что ж, эта программа «Будьте здоровы», мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня именно такой эфир, и у нас гость Ирина Геннадьевна Морозова, главный врач Кировской городской больницы номер 2. У меня еще есть вопросы? Продолжаем? Да, продолжаем. Вот тоже, кстати, по нашим эфирам. Помните, мы говорили, что в принципе это право пациента заменить врача. Ну, например, ну не нравится терапевт на участке или что-то, ну не сошлись с характером, не знаю, что-то такое. Я правильно говорю, да, что есть возможность написать заявление и выбрать того, кто тебе симпатичен и, как кажется, больше тебе поможет. Ну вот наша радиослушательница попробовала и потерпела фиаско, как говорится, ее просто отфутболили. Ну, как оказалось, нужно идти к этому врачу, спросить, а возьмете ли вы меня, а та сверхзагруженная, что-то такое, человек получил отказ. Ну чего, все правильно, да? Это право доктора отказать или как тут действовать? На самом деле все это четко прописано в нормативных документах. Несмотря на то, что разъяснения эти давались не раз и в моих интервью, и в средствах массовой информации, но вопросы эти остаются. В законе четко сказано, пациент имеет право на выбор медицинского учреждения и на выбор лечащего врача с учетом его согласия. Вот я всегда подчеркиваю, дочитывайте предложение до конца с учетом его согласия, то есть согласие врача необходимо. Другое дело, как реализуется это право, в каком порядке и кто это согласие должен спрашивать. В приведенном вами примере говорилось о том, что должна заявительница сходить, что-то там договориться и спросить. На самом деле правильнее все-таки не так. Если человек решил, что он желает поменять участкового врача, лечащий врач поликлиники это врач-педиатр для детей, врач-терапевт или врач общей практики для взрослых, то есть узкие специалисты сюда не попадают, то пишется заявление на имя главного врача. Бланки заявления, они либо в регистраторе, либо у старшей медсестры, то есть в разных поликлиниках это может быть по-разному. И уже руководитель, рассматривая это заявление, может взять согласие врача. В некоторых случаях бывает сразу врач на приеме заполняет заявление, на нем пишет, что согласен, то есть в принципе они уже сговорились с человеком. Но уж точно, если человек заявление написал, то гонять его еще раз, сходи-ка там спроси, это неправильный будет чиновничий вариант, скажем так, или административно неправильное действие. Либо изначально проговаривают согласие, либо все на откуп руководителя. И подчеркну, что руководитель заставить врача прикрепить человека, если он у него не прописан и не проживает на участке, и не согласен, мы не можем. В любом случае, кстати, доктор заинтересован, чтобы у него был лишний пациент, правильно? Это тоже его зарплата, наверное, насколько я понимаю. Все зависит от его прикрепленного населения. Если у него участок соответствует нормативам, а очень часто на деле это еще и выше норматива, примерно на 10-15%, то уже не заинтересован. Можно личный вопрос. Вот немножко НОВС подводит, уже чувствуется, что приходилось обращаться в поликлинику. Правда, по другому вопросу. Вот классная, в поликлинике у нас появилась классная регистратура. Все, я записалась, как положено, да, электронное, нужно для себя время. Первый раз пришла на прием к доктору, правда, узкий специалист, но оказался человек, ну, заболел. Ну, никто меня не предупредил, понимаете? Ну, я, ну, болезнь есть болезнь, я вот как-то, ну, по-человечески тоже понимаю, врачи тоже, врачи тоже люди, тоже люди, да. Врачи тоже, врачи тоже, к сожалению, болезнь. Записываясь второй раз в удобное для себя время, так как, ну, все-таки расписан ритм жизни такой напряженный, прихожу к какое-то совещание. Ну, здесь вот меня уже стали переполнять эмоции, да, и опять меня никто не предупредил. Вот в данном случае, ну, вот по идее, вот мне очень хотелось написать жалобу, там, я не знаю, что такое, вот. Сбой электронная, вот эта запись, да, вот элементарный сбой, это разочаровывает, хотя, ну, казалось бы, она должна помогать пациенту. Что скажете, а не генетически? Электронная запись направлена на упорядочивание приема и на то, чтобы человек как-то свое время... Распланировал, да. Распланировал, получал услугу в удобное для него время. Обязательным условием сейчас являются контактный либо электронный адрес, либо сотовый телефон. Если пациент оставил эти реквизиты, то в обязанности регистратора входит его уведомление в случае, если прием отменился. По объективной причине заболел врач, регистратор должен обзвонить. Если пациент контакты не оставил, к сожалению, это невозможно. Если оставил, регистратор не сработал, это будет обоснованная жалоба, и необходимо принять меры к этому регистратору. Проблема есть. Мы вот на сегодняшний день всех регистраторов обеспечили бесплатными симками для того, чтобы они могли обзванивать пациентов. Потихонечку нарабатываем этот опыт, но... Радусь, регистратор... Не сработал регистратор, тот у меня подвел. Ну, если вы оставляли телефон. Ну, я просто записывалась прямо в регистраторе, они по электронке, да, меня не спросили. А вас не спросили. Да, 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 а я вот не догадалась. Ну, никак не предупредить, если ничего не оставили, к сожалению. Ну, все поняла. Здесь надо тоже бдить, люди. Оставляйте свои координаты. Да. Обязаны вас предупредить, если что-то не так. Обязаны. Вопрос на злобу дня. Эпидемия же, гриппа тут не за горами, наверняка, да, вот уже везде в поликлиниках прививки. По-разному народ относится к ним. Вот были случаи, когда народ и сделал прививки, а все равно не уцелел. Как, вот, что вы посоветуете в таких случаях? Вот снова идти делать прививку или, может быть, уже и не стоит, а? Речь идет о вакцинации против гриппа. Вакцинации, да, по-грамотному. Компания, которая стартовала еще в конце августа, в начале сентября. К сожалению, вакцина поступала частями и не сразу. В первую очередь для детей, более позднее время для взрослых. Вопрос, не поздно ли делать прививку. Нет, не поздно. Если вы желаете, и вакцина еще осталась в поликлинике, то еще вполне можно успеть защититься. Планируемое время эпидемии, это конец января, начало февраля. То есть прививка, в любом случае, от гриппа вас еще успеет защитить. Единственное, что нужно помнить, что иммунитет вырабатывается не сразу на кончике иглы, а примерно через 8-14 дней. То есть вы пока еще восприимчивы к инфекции в течение этого времени после прививки. Ирина, ну а вот все-таки эффективность этих прививок? А вдруг не тот грипп придет? Я не знаю, там какая классификация. Можно, что, пролететь элементарно. А вероятность этого мала. Все-таки вакцинация – это многолетний опыт расчетов. Любая вакцина, она поливалентная. То есть там не один штамм гриппа, а несколько штаммов, наиболее часто циркулирующих в данном эпидсезоне. И все-таки она работает. Еще мы должны помнить, что в первую очередь вакцинация необходима для того, чтобы защитить от тяжелых осложнений. То есть не сам грипп опасен, а его осложнение. И от летальных исходов. И опыт мировой нашей страны, и плюс небольшой опыт нашей больницы, когда мы воевали со свиным гриппом, ни один привитой человек не умер. Все умершие были непривитые. И в первую очередь вакцинация направлена на... То есть абсолютно конкретный вопрос. Наша семья? Моя семья привитая обязательно, да. И я сама прививаюсь всегда. И мое личное мнение, многолетнее мнение, что вакцинация нужна и эффективна. Мы хотели еще о глобальном поговорить, но я чувствую, что уже не успеваю. Время кончается. Но мне кажется, ответили на вопрос людей, это самое главное. Но кратенько, все-таки вот этот год, год, какой он был для вас, для вашей больницы? Ну, выстояли, все получилось, удержали свои, что называется, позиции? Или очень сложно было? Он точно не был плохим, он был сложным, но все цели, поставленные, достигнуты. Все финансирование, которое планировалось, оно все-таки было, поступило в больницу. Мы не потеряли ни один профиль помощи. Мы открыли новый профиль помощи, гастроэнтерологические койки. Мы об этом тоже освещали в эфире. То есть, в принципе, больница достигнутые цели выполнила в 2015 году. Хоть он еще и не кончился, еще месяц работы впереди, тем не менее, уже можно сказать, что выполнила. Ну, самое главное, да, когда все, что планировали, получилось. Да. В новом году увидимся. Думаю, что да, и не один раз. Будем просвещать народные массы. Будем. Это большое дело. Гость программы «Будьте здоровы» Ирина Морозова, главный врач Кировской городской больницы номер 2. Желаю удачи. Спасибо и будьте здоровы.